Привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, мои правенькие девочки, мои матушки, я вас всех приветствую. Вы просили показать вам мой бассейн, пожалуйста, любуйтесь. Вот у нас девочки занимаются акваэробикой. Вот такая красота, вот Олечка наша, статуэточка, которую я всегда хвалю. У нас три бассейна, это детский, это у нас средний и там большой. Там у нас шесть дорожек по 25 метров. Вот такая красота. Бани сегодня не работают, поскольку сегодня первое число. Поэтому до встречи. Вот такая вот красота. А я пошла плавать, всего вам доброго. Девочки, не пугайтесь, это я красавица. Сейчас я вам покажу, как я плаваю. Вот так мы и плаваем. Я плавала 45 минут, теперь пришла в средний бассейн. Сейчас буду заниматься вот с такими штучками, сейчас я вам покажу. Вот с такими штучками. Так что, девочки, покупайте абонемент и прыгайте. Дайте позвоночнику отдохнуть. Сейчас со мной была женщина, я разговаривала, ей 81 год. Я ее зову, французенка. Вот. И поэтому, девочки мои миленькие, у кого есть возможность, у кого есть рядом бассейн, обязательно покупайте абонемент. Вот. Видите, как, если сильно близко, кто такой, ты крупный. А на самом деле ты не такой, ты даже очень стройный. Вот. Ну ладно, буду выходить, покажу вам обязательно бани. Всех люблю, целую, обнимаю. Это у нас спа-зона. Тут можно попить водички. Тут у нас стоят кресла. Вот. Здесь у нас душ. Тропический душ. А здесь у нас холодная бочка. Пойдемте, я вам покажу. Поскольку сегодня профилактика, первое число, всегда здесь чистят, моют бани. Это баня инфракрасная. Мы сидим здесь минут по 40, по 45, по 30. Кто сколько хочет, инфракрасная баня выгоняет изнутри. Воду очищает от шлака. Эта баня у нас турецкая. Вот такая баня. Здесь очень много пара всегда. Но знаете, как горячие камни. И здесь мы отдыхаем. А здесь у нас финская. Молодой человек тоже, как я, пришел попариться первого числа. Первое число сегодня. А это финская баня у нас. Вот такая банька. Конечно, здесь нельзя на камни лить. Но иногда мы пакостим. Иногда мы какую-то травку подкидываем. Вот такая финская баня. Я очень довольная, что я сюда хожу. Мне здесь все нравится. Ходим мы все вместе. Мужчины и женщины. Да. В купальниках обязательно же. Ну вот. Вот я вам, собственно, все показала. Душевую, естественно, показывать не буду. Потому что, потому что вы знаете, что там с голыми попками мы ходим. Да, ага. Там мы уже по-разному. Ну вот. Вот эту бочечку я тоже часто применяла. Но потом заболела и решила, нет, наверное, пока надо восстановить иммунитет. Вот и все. Продолжение следует. Ну а я сейчас заберу свой кофеек, девочки. Прошлый раз заплатила. А стакан не выскочил. И кофе мне не дали. Ну, поскольку я человек зануда. Человек занудливый. И свое не упускаю. Я сейчас позвонила в нужную службу. И сказала, что мне не дали кофе. Они сказали, хорошо. Ой, девочки, горячина. Сказали, хорошо, подходите. Подходите, и мы вам нальем. И не надо ни карточку, ничего. Вот такие вот дела. Моя новая стрижечка. Завтра я иду на милирование, девочки. Ой, я присяду. Вот. Там вот у нас, я уже показывала вам. Там у нас такое-такие фонтанчики. Здесь красивые диванчики. А тут хорошие, красивые фонтанчики. А я сегодня хоть и взяла форму, но поленилась идти на второй этаж заниматься спортом. Вот. Вот тут красивые они вечером с подсветочкой. Очень красиво. А я сейчас попью кофейку и пойду домой. Вот. Ой, я после бани, после бассейна. Ну, в общем, накрашенная страшная и не накрашенная страшная. Ничего страшного. Да, бабушка, ну и что? У меня вот такая новая стрижка. Завтра меня коренчик обесцветит. Вот. Потому что мне не нравится структура волос. Может, не надо обесцвечиваться. Ну, в общем, посмотрю завтра, как, чего. Вы знаете, что я заметила? Вот я дома мою голову и потом, ну, бальзамом и нормально. Все-таки структура волос, наверное, везде разная. Поэтому как-то так. Сзади он мне сделал совсем коротенькие. Ой. Девочки, глаза ревут. Я сегодня проплыла 45 минут, потом 15 минут. Еще я вам записывала ролик там. Девочки, ну, не судите строго. Ну, что? Ну, уж какая есть, что теперь? Кофе латте. Я прошлый раз заплатила 110 рублей за кофе. А я что хочу сказать? И стакан не выскочил. Повторюсь. Стакан не выскочил, и кофе вылился. Я им позвонила, они сказали, хорошо, нет проблем. Придете в следующий раз, и мы вам нальем. Ну, как бы бесплатно. Вот и все. Записалась я на коррекцию бровей на, по-моему, 5 число. Все-таки я сделаю коррекцию. Мне вот здесь немножко не нравится линия. Вот. И все, я думаю, на несколько годков мне платят. Да, не, нормальная стрижка, коррекцию стрижет. Вот только не знаю, осветлять мне, не осветлять. Мне просто цвет волос не нравится. Я хочу что-нибудь повеселее, посвежее. Вот такие вот дела. Так, ну что, магазин я сегодня заходила, дверный. Купила себе изюм и горсточку. Иногда с кашкой хочется. Изюм и три яблока. Новое. Вот такие вот дела. Вообще, я хочу сказать, молодцы, конечно. У нас очень много ходит пенсионеров. Много ходит молодых людей. Занимается спортом. Хороший образ жизни, правильный ведут. Вот это, конечно, радует. Вот это мне очень нравится в людях, когда чем-то занимаются. Вот я вам рассказывала, что в бассейне я ее француженка зову, потому что у нее дочь живет во Франции. И вот ей 81 год, но она мне говорит, ну ладно я, она говорит, но они ходят еще от собесов в какие-то группы, и там ходит какая-то Оля, а Оле 90 лет. Можете представить, девочки, 90 лет. И человек не сдается в полном смысле здравая, ходячая и соображающая. Поэтому, девочки, стараемся. Не ленимся, потому что для нас это очень важно. Вот такие вот пироги. Ну все, я, наверное, на этом закончу. Сказать и рассказать вам больше нечего. Девочки, вчера вечером попробовала я. Я пришла уже вечером, поздно, потому что я пешком шла. Вот. И что хочу сказать. Я попробовала эту курицу, которую я приготовила. Очень вкусная. Вот правда попробуйте. С мукой, которую я готовила. Вот это я. Такая толстенькая женщина. Ну ничего, не всем же быть деймовочками. Вот такие дела. Поэтому, мои бабушки, занимайтесь, ходите, бродите. На улице гуляйте. Правда, у нас сегодня погода. Это кошмар. У нас лужи по колено. Я думаю, что снег сойдет до февраля. До конца февраля снег сойдет. Я почему-то так думаю. У нас то мокрый снег, то дождь срывается. Поэтому думаю, что снега скоро не будет. Я с вами разговариваю, а в голове у меня рыбки хочу. Рыбки хочу, но не буду. У меня там и курица, и еще котлеты те замороженные, куриные. В общем, дома всегда, как всегда, есть что поесть. А у меня еще есть, девочки, две утиные ноги. Помните, я покупала перед тем годом? Надо мне где-нибудь подсмотреть у настоящих кулинарш и что-нибудь приготовить с ними. Но это не скоро. У меня еды полно. Спасибо вам, девочки. Кто подписывается на Дзен, я вас приглашаю. Поддержите бабушку. Поддержите бабушку подписочкой. Я вам буду очень-очень признательна. Спасибо, девочки, кто остается со мной. Спасибо, что смотрите меня. Никудышнию пенсионерку. Но мы не сдаемся. Напишите, как вам моя стрижечка. Да ну красиво, баба Господи. Что там говорить? Да нас еще к стенке прижать, да подкрасить. Да мы еще... Еще ягодки куда хочешь. Правильно, девочки? Всех люблю, обнимаю, целую. Всем пока. Ну а мы ждем 23 февраля. Пока-пока.